К ТРАКТИРУ ЧЕРЕЗ МОСТ Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня мы продолжаем прохождение Star Stable Online. В прошлый раз мы начали строить мост, и прошло достаточно много времени, прежде чем мы приблизились к финальной части данной цепочки заданий. Последняя часть ремонта. Все идет очень хорошо. Мы не должны сдаваться, только потому, что остались последние ремонтные работы. Ну, давай же, Джессика, вместе мы сможем доделать все здесь. Скоро мы сможем скакать по мосту через Зеленую долину, по побережью и Дарьярлхейм, и конюшни Юрвика. А теперь, последнее, что мы должны сделать, это укрепить канаты в столбы, держащие мост, ведь они по-прежнему неустойчивы. Для этого мы зальем фундамент и натянем канаты между столбами и фундаментом. Итак, мы пометим, где будет заливаться фундамент. Возьми вот эти палочки и забей в землю в подходящем месте. Волкни палочки в землю около строителя Долинга. Очень хорошо! А теперь мы будем закладывать фундамент. Настало время заливать фундамент. Для этого нам будет необходим цемент. Вот тогда мы и приблизились к смешиванию самого цемента. К сожалению, у меня с хорошей новостью есть и плохая. Хорошая новость это то, что специалист по смешиванию цемента, высшая оценка в университете. Плохая новость это то, что у меня кружится голова при вращении мешалки до потери сознания. Но я могу рассказать тебе в деталях, Джессика, как нужно будет сделать. Мы начнем с небольшой порции цемента, а затем мы будем знать в точности, как делать большее количество. Сначала засыпай сам цемент в мешалку. Здесь неподалеку есть мешки с цементом. Возьми их и высыпи в цементную мешалку. Вон там. Цементный порошок ты должна высыпать в серую воронку. Возьми мешки с цементом и высыпи все в мешалку. Хорошо, ведь это было совсем не сложно. Нам только нужно будет смешать хорошие цементы в воду, обыкновенную воду. Это очень далеко идти за водой, поэтому мне посчастливилось протянуть шланг. Шланг соединяется с насосом, так что ты сможешь набрать воды из него. Да, я знаю. Я бы и сам набрал воды, но насос расположен на утесе, так близко к краю, что мне страшно даже подойти туда. Возьми это ведро и набери в него воды, затем влей воду в голубую воронку и на цементной мешалке. Это ведь не очень трудно. Наполни пустой ведро водой и вылей в воду в голубую воронку от цементной мешалки. Субтитры делал DimaTorzok Все получилось очень хорошо. Это ведь не было очень сложным. Вот так. Теперь бетонная мешалка поработала по-настоящему хорошо, как ей и положено. Пора посмотреть, что получилось. Тебе не любопытно? Я очень нетерпелив. Вон там стоит ведро. Налей в него цемент и принеси это сюда, чтобы я смог оценить результат. Возьми ведро, которое тебе дал строитель Дональд и положи в него цемент. Затем возьми ведро и покажи ему. Посмотрим. Этот цемент отличный. Я должен сказать, что у тебя есть талант. Но ты по-прежнему новичок в изготовлении цемента, поэтому, чтобы не навлечь на строительство беду, я не могу одалживать тебе мешалку когда угодно. Один раз в день будет в самый раз, чтобы не рисковать всем строительством. Многие говорят, что это старое суеверие, но мы не будем зря рисковать. Ты хочешь одолжить цементную мешалку? Да, хорошо. Ты можешь это делать один раз в день. Больше я не осмеливаюсь. Понимаешь ли ты, ведь мы не хотим навлечь беды на все строительство. Старое суеверие, но я не хочу ничем рисковать, когда мы так далеко продвинулись в ремонтных работах. А теперь мы все смешаем. Ты помнишь все этапы? Налей воды и насыпь цементный порошок в воронке. Затем нажми кнопку на мешалке. Потом остается только ждать, когда она остановится. Тогда цемент будет готов. Привези потом мне готовый цемент, чтобы я смог проверить его качество. Похоже, что у тебя есть талант для этого дела, но будет лучше, если я проверю его качество, прежде чем ты начнешь использовать его в строительстве. Повторяем процедуру создания бетона. Бетона ЧемК Jacob В этот раз нужно положить 3 мешка, так как порция делается намного больше для целого моста. В этот раз нужно положить 3 мешка, так как порция делается намного больше для целого моста. Если не хочешь ждать до завтра, наверняка можешь купить готовый цемент у этого жулика Билли Бульдозера. Иди вверх по дороге на холм и увидишь его. Осталось сделать только это и мост будет полностью починен. Ах, ты видела Джессика, каким красивым стал мост. Мы на самом деле отлично поработали. Большое тебе спасибо. Чтобы отпраздновать открытие моста, мы запустим в небо ракету. Тогда все увидят, что мост уже готов. Сделай это и тогда все поймут, что ты починила мост. Возьми вот эту ракету и укрепи ее в бутылку рядом со мной, и тогда ты увидишь настоящий фейерверк. Чтобы запустить ракету, воткни ее в бутылку на камнях рядом со строительным Дональдом. Продолжение следует... Прекрасно, Джессика, мы уже полностью готовы. Я пойду домой в Ярлхейм так быстро, как только смогу. Но сначала я должен только убраться здесь. Приезжай когда-нибудь проведать меня в Ярлхейм. Ведь это, по-моему, самый красивый город в Юрвике. Я живу рядом с Домом Советов, где наш мэр Эверлин имеет свою резиденцию. Хм, подожди немного. Мне кажется, что я придумал что-то, Джессика. Ты ведь любишь лошадей, я прав? Так я и думал. Иногда я очень догадлив. Я не знаю, как я додумался до этого, но ты, должно быть, послала тонкие подсказки, которые я ухватил. Ты понимаешь? Ярлхейм лежит около конюшни Юрвика. Это самая знаменитая конюшня в Юрвике. Ты должна поехать туда и посетить ее. Я обещаю, ты об этом не пожалеешь. Если ты встретишь там управляющего Германа, то передавай ему от меня привет. Ты должна немедленно ехать. Хорошо, я понимаю. Может, ты поговоришь с этим человеком, стоящим по другую сторону моста и машешь ему нам? Ты видела его? Сделай это. Похоже, что он хочет спросить о чем-то. Увидимся в Ярхеме, Джессика. Скачи через мост в село Урожайное и поговори с мужчиной на другую сторону моста. Добро пожаловать в село Урожайное. Мне это снится? Снится ли мне это? Гость! Гость! Добро пожаловать в трактир! Что? Ты не хочешь посетить нас сейчас? Ты хотела бы узнать, как доехать до конюшни Юрвика? Эх, мой первый гость за много лет, и это всего лишь только иллюзия. Но мост уже починен? Это правда? Ты можешь поскакать по нему туда и обратно, чтобы я смог поверить в это? Скачи! Скачи назад по мосту, а затем обратно к трактирщику. Скачи назад по мосту, а затем обратно к трактирщику. Мост на самом деле уже починен, и это так прекрасно. Я Эд Фельд, самый главный, самый красивый и вообще единственный владелец трактила Серла Урожайного. Добро пожаловать! Я помогу тебе доехать до конюшни Юрвика, но сначала ты должна помочь мне. Что? Вымогательство? Что-что? Способлен ли я на это? Нет. Ты поможешь мне, а я тебе. Услуга за услугу. Ну, пожалуйста. Мне нужна твоя помощь. Ведь я не могу с этим справиться сам. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ты это сделаешь? Спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо. Принеси бумагу и ручку, чтобы я смог написать список дел, которые необходимо проделать. Я не помню, где они. Но это где-то здесь поблизости. Принеси Эду Фельд, бумагу и ручку. Они лежат здесь поблизости. Бумага лежит на деревянной бочке. Ручка лежит на краю платформы для веранды. Прекрасно. А теперь я напишу список дел, которые нужно сделать. Я действительно чувствую, что мозги начинают увеличивать скорость. Ты... Как там тебя зовут? Джессика? Все будет прекрасно, Джессика. Хм. Что же мне написать? С чего начать? Это так много. Ничего не приходит в голову. Мозги вращаются на полную мощность. Ой-ой-ой. Послушай, принеси мою шапку думок. Как же я мог забыть о ней? Без нее никак ведь не обойтись. Она лежит где-то здесь поблизости, но я не помню, где именно я ее положил. Я посмотрю здесь внизу. А ты посмотри там, позади холма. Хорошо. Принеси шапку думок Эдафельд, который он спрятал где-то позади трактира. Поднимаясь вверх на холм, пропускайте все блестящие подсказки. Так как шапка лежит вот в этом туалетике. Ты нашла шапку. Смотри-ка, это моя дорогая шапка. Теперь я смогу думать намного лучше. Ну вот, теперь она на голове как ей положено. Ты готова? Готова выслушать множество великолепных идей? Сгораешь от нетерпения выслушать новую Нобелевскую идею? Садись и слушай человека с мозговым штурмом. Нет, с мозговым ураганом. Хорошо, хорошо, мои мозги начинают вращаться со скоростью циклона. Держись! Хм, первое, что нам нужно, это современное имя. Оно должно быть задорным, глобальным, роскошным, немного семейным, немного экологическим. Хм, подожди, не мешай мне. Придумал! Волчье логово! Красиво, какое совершенное название. Оно напоминает мне, как назывались трактиры в старые времена. Хотя одновременно оно очень современно. В самый раз. Класс! Ой-ой-ой, я так устал. Выдумывать такие хорошие идеи требует ведь всех сил. И ведь по-прежнему осталось много дел. Ты можешь мне помочь? Как хорошо! Хорошо, ты очень добра, и я обещаю не задерживать тебя очень долго. Ты наверняка видела, сколько сорняков растет здесь вокруг. Они ведь отпугивают гостей. Вот тебе, моя старая бензопила, возьми ее и очисти там от колючек и прочего. Убери все заросли вокруг трактира газонокосилкой. Просто переносим инструмент на растение. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так ведь не пройдет. Это еда для нулевого года. Продолжение следует... Хорошо? Да, я подожду здесь и потренируюсь пока умственно. Я хочу потренировать свои мозги. Давненько я не думал так много. Найди составляющие продукта для интересных блюд, которые будут подаваться в трактире. Продолжение следует... 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 В моих мозгах опять начинает бушевать циклон. Послушай! Закуска. Жареные летние шишки. Это фельд с лапшой в томатном соусе. Горячее блюдо. Жареные овсяные колобки. А-ля хрустальная диадема. Подается с салатом из еловых фруктов и лучших американских соусов. Десерт. Сюрприз, Джессика. Прекрасный коричневый щербец, сделанный из подарков от царя леса. С хрустящим мясным соусом на свежесобранном овсе. Подается с горячим красным соусом. Я гений! Это свежее сочетание традиционных блюд в юрвинской кухне. Вдохновленная американской едой. Но и в азиатском стиле и старинная. Классическая европейская изысканность. И целая куча вкусностей. Ты? Знаешь ли что? Я открою теперь это заведение. Я не могу дальше ждать. Волчье логово открыто. Добро пожаловать, когда ты только захочешь и даже больше ты получишь реальные скидки. Когда ты захочешь переночевать здесь. Теперь нам здесь доступно коневозка, а также магазинчик. Спасибо тебе, Джессика. А теперь я сдержу свои обещания и расскажу, как доехать до конюшни Юрвика. Скачи вот так. Скачи по дороге на запад и заверни налево к горному проходу. Продолжай через горный проход и в лес зеленой долины. Скачи по дороге и скоро ты доедешь до побережья. Там ты увидишь маленький домик, в котором живет семья Пайк. Они занимаются доставкой рыбы и морепродуктов для трактира. И если ты там будешь, то закажи мистеру Пайк от меня. Ты можешь? Хорошо. На тебя можно положиться, Джессика. Вот тебе моя бензопила. Дорога через горный проход очень заросшая, поэтому ее надо очистить для проезда от всех кустов. Попроси миссис Пайк показать тебе дорогу к конюшне Юрвика. Удачи тебе, Джессика. Увидимся. Ну а это мы будем проходить в следующей части нашего прохождения. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, пишите комментарии о данном прохождении. Ну и до встречи в следующем видео. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!